Более 70 ребят стали зрителями и участниками интерактивного спектакля «Сказка с ёлки». И хотя его целевая аудитория достаточно обширна, от малышей до 10-летних мальчиков и девочек, каждый из них мог принять в постановке самое непосредственное участие. Такая возможность выйти на сцену и стать любым персонажем, будь то змей-горыноч, снеговик или волшебная фея, вот основная характеристика интерактивного представления. И, между прочим, это главный тренд последнего времени в театральном искусстве. Он был ужасным брунишкой. Почему? Он не слушал за свою драконию бабушку и летал бы с такой высоко без шапок. В роли Снегурочки на сцене выступила создатель спектакля, актриса и писатель Василиса Кошкина, которая давно работает с детьми и является автором проекта «Большая дорога для маленьких», а также победителем всероссийского конкурса «Книга года. Выбирают дети». В копилке Василисы уже несколько постановок и везде интерактив. По ее мнению, такие спектакли – это совместное приключение для ребят. Они выбегают с удовольствием. Дело в том, что наш мир предлагает не так много возможностей поиграть друг с другом. А здесь им предлагают, а давай, как будто бы это по-настоящему. И они с удовольствием включаются в игру. У меня даже полное есть ощущение, что они не очень понимают, что они на сцене. Они с удовольствием участвуют именно в сказке. А что же сами главные герои? Какие впечатления у маленьких зрителей и артистов в одном лице? У меня не было выпадов. Я никогда не выходила на сцену. Но мне очень понравилось. Мне не было страшно ни с колечком. Мне на сегодняшнем представлении понравилось Дед Мороз, Снегурочка, Снежинка и все актеры. Было весело. А ты выходил на сцену? Да. Я был двукодным. Для Егора Зайцева, посещающего кружок актерского мастерства, это еще одна возможность выступить на театральных подмостках. Больше всего мне понравилось, что мы там могли выходить на сцену и выступать. Мне очень понравилось. Шоу классное. Остались довольны интерактивной постановкой не только дети, но и их родители. Это дает общение, себя проявить, свои эмоции, свои впечатления об этом представлении, поучаствовать, прикоснуться к актерам. Самые положительные эмоции им это дает. И пусть череда новогодних детских представлений и постановок уже подходит к концу, та невероятная атмосфера чуда, волнительные ощущения от выхода на сцену, наверняка надолго запомнится всем участникам спектакля «Сказка с елки». Ведь дети – это самая благодарная аудитория. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин и Елена Кошлева. Видное ТВ.